Сегодня в правительственном области принято еще решение по некоторым шагам по смягчению ограничений. Мы снимаем запреты на плановую госпитализацию в стационары и посещение пациентами в плановом порядке амбулаторно-поликлинических организаций. Я прошу Министерства здравоохранения очень качественно провести работу по организации. Возобновляются тренировки областных сборных команд, кроме детско-юношеских и профессиональных спортивных клубов. На открытых объектах спорта можно будет проводить профессиональные спортивные соревнования, пока без участия зрителей. В постановлении номер 272 вносится изменение, позволяющее провести итоговые сочинения и изложения в образовательных учреждениях и введено еще также ряд других разрешительных норм. Кроме того, по моему поручению областными органами исполнительной власти подготовлен и в общем начал реализовываться подготовительный период комплекса дополнительных мер по смягчению ограничений, который может быть реализован только по согласованию с санитарными властями области. Основным условием перехода является устойчивая тенденция к снижению заболеваемости, отсутствие осложнений санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе. Это требование государственного санитарного врача Российской Федерации. К сожалению, в области сегодня остается относительно высоким по сравнению со среднероссийским показателем ежедневный темп прироста заболеваемости. Также в ряде территорий отмечаются групповые случаи заболевания, что осложняет обстановку в регионе. При достижении необходимых условий, я о них уже говорил, напомню, это коэффициент распространения инфекции менее единицы в течение не менее 7 дней, занятость коечного фонда до 50%, объем тестирования от 70 до 100 человек на 100 тысяч жителей, мы можем возобновить работу предприятий бытового обслуживания, в том числе парикмахерских, салонов красоты, открыть объекты торговли непродовольственными товарами без ограничений по ассортименту продаваемых товаров, включая автосалоны, разрешить гражданам заняться физкультурой и спортом на открытом воздухе, в том числе на спортивных площадках, включая площадки, расположенные в парках и скверах. Будут также разрешены прогулки по улице, в том числе в парках и скверах, естественно при соблюдении дистанции и небольшими группами, не более двух человек вместе. Ряд других направлений, которые сегодня находятся в стадии проработки, это предмет нашего внимания с учетом развивающейся обстановки. Что мы будем делать сейчас, и на это я акцентирую внимание всех исполнителей. В области сохраняется режим самоизоляции для неработающего населения и, конечно, отдельно для людей 65+. Продолжается контроль и разъяснительная работа с населением по соблюдению масочного режима и других санитарно-эпидемиологических требований на предприятиях, организациях и общественных местах. Областными органами исполнительной власти совместно с органами местного самоуправления заблаговременно необходимо обеспечить подготовку санитарных деклараций и чек-листов организациями, которые будут выходить из режима ограничительных мер. Чтобы вернуться к нормальным условиям жизни, важно всем мобилизоваться. Должен быть включен самоконтроль, если хотите, режим самосохранения. Без личной ответственности, коллеги, этот процесс может закончиться небыстро. Наша задача как раз наоборот. Отдельно я хотел бы обратиться ко всем жителям нашей области, ко всем работодателям. Нужно точно оценивать ситуацию и поэтому я убедительно прошу вас, давайте каждый шаг делать выверенным. Давайте беречь друг друга, беречь родных и близких. И это позволит нам максимально быстро нормализовать ситуацию. И, конечно, еще раз подчеркну то, о чем говорим часто, но это нужно говорить, это важно. Наш очевидный приоритет, несомненный приоритет, это здоровье и безопасность наших граждан. И над этим мы будем продолжать работать.